Всем привет, с вами компания Interfoods и сегодня у нас будет видео про курительные трубки. Я сегодня привез практически всю свою коллекцию, ну за исключением табака, который у меня есть, потому что за последние 10 лет у меня скопилось достаточно много трубок, много табаков. Часть этих табаков уже даже купить невозможно, потому что их на рынке нет. И вся эта коллекция пополняется, что-то из этого постепенно вскрывается, с друзьями выкуривается, обменивается. Также я периодически езжу в трубочный клуб, который есть в Ростове-на-Дону. И там мы тоже обмениваемся впечатлениями, меняемся табаками. Короче, все это дело очень интересно, это огромный целый мир. Сегодня я расскажу про то, как выбрать вашу первую трубку и на что обратить внимание. Для начала стоит сказать, что трубка это довольно экономичный способ курения табака. Хоть многие считают, что трубки это весьма дорогое удовольствие, но вы покупаете в принципе одну-две трубки, и они вам могут прослужить при должном обслуживании, уходе почти всю жизнь, и может быть даже передастся вашим детям и внукам. И вот первый пример, это вот эта трубка, которая даже старше моего отца. Эта трубка была куплена с ebay, это барлинг. Я пробивал по номеру серийному и по виду логотипа. Эта трубка примерно 50-х годов, то есть 1950-х годов. И надо сказать, что она выглядит очень неплохо, я провел небольшой этап реставрации и восстановления, но вот здесь вот мундштук, конечно, уже в не очень хорошем состоянии, здесь пришлось такую вот резиночку сделать, они тоже на ebay продавались. Вот вам наглядный пример, что трубка может служить долгие годы и ничего с ней не будет. На рынке есть несколько видов и, скажем так, материалов, из которых делаются трубки. И самый распространенный и самый дешевый и доступный – это трубки из груши. То есть эти трубки делаются из корня груши. Вот у меня такой вариант – это, если не ошибаюсь, украинская трубка. Чем хороша и чем плоха груша? Ну, во-первых, ее достаточно большое количество в мире, из нее достаточно просто делают трубки. Они обладают доступной ценой, но у них есть недостатки. Во-первых, она очень сильно греется, во-вторых, груша недолговечна. И мало какая груша там больше года прослужит, потому что очень часто у них раскалывается чаша. Мы такие примеры видим даже у новых трубок, которые приходят на склад, и они, естественно, сразу отправляются в брак. Поэтому груша – это скорее вариант для тех, кто хочет попробовать. Ваши – это не ваши, нравится – не нравится это все дело. Я грушевые трубки практически не курил. Вот это мне попало в коллекцию совершенно случайно с нашей розницей, и так в ней осталось. То есть это трубка, которую, в принципе, можно купить за 300, может быть, 500 рублей. И не жалко ее потерять, сломать, что-то с ней еще сделать. Многие покупают их на рыбалку, чтобы там тоже грязными руками хвататься после того, как вы только что победили какую-то рыбу. Хватайтесь за трубку и докуривайте. То есть это такой доступный вариант, но недолговечный. И поэтому для какой-то там осмысленной покупки или даже инвестиции, учитывая, что трубки тоже растут в цене, есть огромный рынок эстейт-трубок, где вы можете продать ее на вторичном рынке, или также можете купить себе трубку на вторичном рынке. То есть это абсолютно нормально. Грушу рассматривать, в общем, покупки не стоит, если вы хотите ее брать на долгие года. Собственно говоря, отложим ее и перейдем к следующим вариантам. Если вы также начинающий, вам могут попадаться в розничных магазинах или в интернете вот такие вот кукурузные трубки. То есть это довольно интересная такая штука, то есть это кукурузный початок, который специально обработан. У меня вот здесь как раз две трубки, это от компании Миссури Мершаум, то есть это американское производство. Эти трубки уже обладают определенной степенью долговечности. Есть еще китайские такие же трубки из кукурузы, они похуже немножко служат. Но в принципе кукуруза это та трубка, которая служит достаточно недолго. Он обладает и дешевой ценой, в принципе, то есть вы можете купить. Такие трубки у нас когда-то продавались супер такие трубки-минутки за что-то 130, по-моему, или за 129 рублей даже, при том, что они оригиналы из США. И часть трубок, которые делаются в США Миссури Мершаум, они обрабатываются специальными составами из гипса и там еще каких-то засекреченных материалов. В итоге у них чаша приобретает определенную прочность и они служат достаточно длительное время. То есть полгода можно из нее довольно плотно покурить. Я вот эти трубки несколько раз покурил и решил просто оставить в коллекцию, потому что они еще дают и интересный вкус. Если вы посмотрите на ютюбе заграничных трубокуров, обзорщиков, вы можете видеть, что они часто курят из кукурузы. Кукуруза к определенным ароматизированным табакам добавляет свой привкус такой небольшой, как бы попкорна, что-то такое сладенькое. То есть это еще интересно вот с этой точки зрения. То есть привнести к любимому какому-нибудь ароматизированному сладкому табаку дополнительный привкус. Это тоже достаточно интересно. Но опять же кукуруза служит недолго и рассматривать ее на долговременную какую-то эксплуатацию не стоит. И мы переходим к трубкам из бряра, из корня вереска. Есть даже, не знаю, теория, информация, но пока все это дело не проверено, что количество этого корня вереска ограничено. Но мы это слышим каждый год и понятно, что хороший вереск, который зреет сотни лет, он практически заканчивается. Поэтому сейчас достаточно много серийных трубок идут с большим количеством шпаклевки. Это можно увидеть у некоторых моделей. Вот здесь вот есть такие небольшие скольчики, которые замазаны. Идеальные трубки найти из вереска очень тяжело. В основном их делают мастера. Эти трубки стоят ощутимых денег. То есть там за трубку можно от 50 тысяч и больше даже отдать. И это считается абсолютно нормальной ценой. Потому что эти трубки еще как определенная инвестиция. Потому что многие их приобретают в коллекцию, чтобы потом выгодно продать, когда они подорожают. К сожалению, это часто случается после смерти мастера. И многие, так же, как и великие художники, получают признание после своей смерти, к сожалению. И вот после того, как мы проговорили про грушу, про кукурузу и про вереск, я специально принес из своей коллекции трубку с названием Falcon. Это такая достаточно уникальная трубка, которую мне удалось заполучить в коллекцию. Я сейчас ее достану и расскажу, в чем же ее особенность. Потому что такую трубку вы можете найти как на вторичном рынке, так и приобрести новой. Ее особенность в том, что у нее здесь часть выполнена из металла, а чашу у нее получается сменной на резьбе. Это очень необычно, интересно. Но такие трубки для курения зимой, из практики всех, кто их покупал, потому что я эту трубку не курил, они выделяют огромное количество конденсата, потому что влажный дым, проходя через вот этот охлаждающий получается практически весь элемент, очень сильно его конденсирует. Поэтому с целью бороться с этим конденсатом здесь идут специальные такие сменные фильтры-поглотители влаги, чем-то похожие на обычный трубочный ершик, который сворачивается в кольцо и вставляется в эту трубку. Они даже продаются отдельно в таких вот пакетиках. То есть это дополнительная статья расходов. Но вот это как бы интересная модель. Если вам такое нравится, еще к ним даже отдельно чаши можно приобрести, они до сих пор продаются. То есть любые формы, любые диаметры чаш можно также выбрать. Я решил ее просто оставить и не курю ее. Поэтому если вы решили выбрать трубку, которая вам прослужит долгие годы, это должен быть приар, ну и корня кап вереска, соответственно. Вот эти все трубки, которые здесь лежат, это все приаровые. Соответственно, у меня вся коллекция состоит из бриаровых трубок. В чем же главное различие, на что обратить внимание? Ну, во-первых, есть трубки классической прямой формы, есть трубки изогнутой формы. Сейчас главное отличие всех трубок, помимо формы, это материал, из которого сделан мундштук. К примеру, сейчас савинели трубки делают практически, пытаюсь ее найти, вот она, мундштуки из акрила. Акрил обладает уникальным свойством тем, что он сохраняет презентабельный вид, хорошо блестит, за ним не нужен уход никакой. Но, как бы, для зубов он считается более жестким материалом и не такой комфортный, как эбонит. У эбонита есть плюсы, вот у этой трубки эбонит, тем, что он, как бы, более мягкий и более податливый, что ли, он не так, ну, для зубов более комфортный, скажем так, если вы в зубах держите трубку или ходите с ней. Но у него есть минус в том, что он начинает окисляться и зеленеть постепенно. Вот, к примеру, если сравнить вот так вот два мундштука, не знаю, здесь насколько хорошо будет видно на камере, а эбонит немножко сейчас потемнел. То есть, этому мундштуку сейчас требуется полировка и уход, соответственно, чтобы он опять приобрел свой черный оттенок и радовал глаз. Когда вот этот барлинг приехал мне с ЭБ, там мундштук был вообще просто зеленый, но вот полировка пастами вывела его, в принципе, на новый уровень, опять он блестит и выглядит неплохо. Сейчас даже сложно сказать, рекомендовать эбонитовый или акриловый мундштук. Скорее всего, в продаже вы найдете только акрил, ну, и эбонит это тоже не проблема, потому что вот такие вот кисетики, которые идут с трубками, они позволяют также его, в особенности кисетик из нужного материала, полировать прямо им. То есть, ну, это тоже особой проблемы не возникает. Только презентабельный вид на курительные какие-то качества это не влияет. По форме отделки, так как мы понимаем, что вереск достаточно дорогой материал, и в процессе выведения формы трубки мастер может столкнуться с тем, что в трубке будет какая-то каверна или скол, то есть этот корень корня кап, когда разрастается, у него попадают там песчинки, какие-то другие неприятные вещи, и он в итоге может быть со сколом. То есть, когда форма трубки закончена, бывает такое, что на стенке, вот на этой трубке хорошо видно, на стенке есть несколько сколов именно в самом бриаре. Что может сделать мастер? Ну, зашпаклевать, но это уже будет не трубка там определенного грейда, как там класс А. У всех мастеров есть определенные критерии, по которым они маркируют свои трубки, то есть там high-grade абсолютный, который там полностью идеальный, бриар без каких-либо проблем, и до там каких-то низших серийных образцов, которые все будут шпаклевки, еще активно залакированы поверх. Главная проблема возникает не в том случае, когда эта каверна снаружи, а когда эта каверна может оказаться внутри чаши. То есть может быть такое, что мастер все красиво сделал, или фабрика сделала все красиво, рассверлили чашу, все обработали, но там образовалось какое-нибудь минимальное, там миллиметр толщиной место, где под ней может быть каверна, и при первом курении эта каверна может скрыться. В общем, это никак особо не проверить, и многие фабрики наносят специальное покрытие внутрь чаши, так называемый карбонизированный слой. То есть там смесь определенных материалов, которые безопасны для человека, но которые позволяют смолам при курении и обкуривании трубки быстренько закрепиться на стенках чаши и защищать ее в дальнейшем от высоких температур. И также от прогара. У меня есть трубка вот эта, которая была с прогаром, то есть там я досталась коллекция уже с проблемой, и на нижней части камеры вот в этой трубке ощутимая есть такая впадина. То есть мне что пришлось с ней сделать? После того, как здесь провалилась эта стенка в чаши самой, ее сошлифовать, убрать весь оттуда уголь и немножко расширить диаметр самой чаши. После этого трубка начала проходить этапы обкуривания, и дальше прогар не рос. То есть постепенно эта стенка будет зарастать по мере курения, выравнивания, и в принципе будет дальше пригодна. В том случае, если каверна была или какая-то песчинка на краю чаши внешней стороны, бывает такое, что мастер либо фабрика принимает решение сделать трубку рустированной. То есть таким образом вся поверхность трубки делается вот такой шершавой. И это как определенная часть стиля, в то же время трубка получается полностью функциональна, но вот этот скол не будет мозолить глаз курильщику, скажем так. Поэтому многие трубки, вы можете увидеть, что они выпускаются в нескольких... То есть форма одна и та же, но отделка чаши бывает разная. То есть полировка полностью, гладкая чаша, бывает рустированная, брашированная и там много других вариантов. Обычно это любят делать, и это можно увидеть у трубок Golden Gate. Они делают все трубки из вереска, ну их там тоже есть бук и груша, но у них практически все формы, они бывают в нескольких вариантах отделки. Я себе хотел Golden Gate Poker, вот мне достался вот такой вот, спасибо соклубнику, можно сказать так, с кубкой ИРТК, который мне вот эту трубку выгодно сменял на табачок. Это покер, то есть эта трубка сама стоит, особенно если ее набить табаком, она вообще тогда еще более устойчивая на столе. Они бывают, вот именно эти покеры, в нескольких вариантах отделки. Гладкий, а потом такие тонкие линии, как бы horsehair называется, как конский волос, типа-то очень мелкой щеткой выбиваются такие волокна. И рустированные варианты. То есть это вот все, что вам нужно знать, в принципе, по отделке. Дальше все стоит убирать, ну какая форма вам нравится, такую возьмете. Хотите изогнутую, хотите прямую. Потому что у меня есть вот такая трубка Viking, то есть вообще уникальные формы, как лодки, наверное, викингов формы. И это стенвилл с таким вот интересным штуком. Это такая уже недешевая модель. Мне эта трубка очень нравится. Она у меня отдельно под латакию. Также стоит обратить внимание на выбор трубки под определенный вид табака. Потому что если вы курите ароматизированной смеси, постепенно аромат будет впитываться в слои бриара. И даже если вы будете курить потом чистую вирджинию, то он будет чувствоваться даже и с ней. Аналогично и латакиевые табаки. Я расскажу про табаки в следующей серии. Они обладают мощным копченым таким вкусом. И также могут оставаться в трубке надолго. Потому что так же впитываются. Здесь, да, есть такой запах копчености. А вот эта трубка у меня чисто идет под вирджинии. И здесь такой приятный табачный запах, слегка даже цветочный. Касаемо размера чаши трубок, они бывают разные. Потому что бывают вот такие вот миниатюрные трубки-минутки, которые могут пригодиться на какие-то короткие перекуры. Бывают вот такие вот. Эта трубка у меня под крепкие табаки, типа Самойль Гавиш Браун Икс Икс и Твисты, так называемые, которые обладают неюжной крепостью, их много не выкуришь. Есть трубки с поистине огромными чашами, как вот эта канатка. Сюда можно набить очень много табака и очень достаточно долго курить ее. До часа почти. Поэтому нужно еще оттолкнуться от того, сколько вы можете выделить времени на курение трубки. Если это вечерние какой-то посиделки у камина или в саду, то определитесь примерно, какое время вам нужно для курения. Плюс еще нужно учитывать, что разные табаки по-разному себя ведут в разных чашах. То есть какие-то любят широкие чаши, какие-то узкие и прочее. Здесь каких-то прямо таких советов касаемо вот вы берете этот табак и эту трубку, и у вас все отлично. Это все субъективно. То есть какой-то вам табак понравится, потом разонравится. Вы можете эту трубку почистить, перекурить на другой табак, то есть обкурить как бы заново. Вот такая вот трубка Prince. Я ее выиграл у Виталия в его конкурсе на YouTube-канале Smokers Magazine. Но, к сожалению, у меня здесь случилась ситуация, и трубки сломали в этом месте, где может тут крепиться. Забыл слово. Чубук. Чубук. Соответственно, ее пришлось починить, окольцевать. И вот сейчас вот с этим кольцом она полностью функциональна, хотя, конечно, в эстетике немножечко потеряла. Из того, что у нас сейчас есть в каталоге, вы можете выбрать либо недорогие китайские трубки D-Brand. Это трубки для такого низкого порога вхождения. Взять табак, взять трубку, попробовать покурить. Нравится, не нравится сам процесс курения, притаптывания, забивки. Потому что вам может не зайти, а тратить какие-то большие деньги тоже не хочется. Но и в то же время стоит понимать, что с дешевой трубкой истинного удовольствия от курения может не получиться. Потому что Бриар как бы более нейтрален по отношению к табаку, не дает никаких там привкусов дополнительных. Из нормальных моделей это Лорензетти, которые не всегда у нас есть в каталоге, но бывает появляются. У Лорензетти есть только два недостатка, наверное. Это все-таки высокая цена за тот уровень качества, который предоставляется. И постепенно они все-таки лакированы и облазят. Потому что вот этот Лорензетти там спустя 3-4 года начал терять лак. Соответственно, я просто этот лак снял с этой трубки, и она дальше великолепно работает. Аналогично это касается и вот этой же Лорензетти. Лак начал облазить и пришлось от него избавиться. Трубки ВРК также стоит рассматривать в покупке. Это производство Чехия, трубки Бриаровые. Вот это, кстати, малютка как раз и производство ВРК. Единственный их минус, наверное, это то, что у них практически все модели достаточно миниатюрных размеров. То есть каких-то там огромных чаш вы не найдете, скорее всего. То есть все трубки, они более-менее стандартные. Качество исполнения очень неплохое. У некоторых, конечно, бывает проблема с тем, что монштуки немножко свободно входят-выходят, но это тоже можно все исправить. Брать ли трубку под фильтр или без фильтра? Потому что бывают модели с фильтром 6 мм, бывают модели с фильтром 9 мм и модели под охладитель. Я вот специально взял также фильтры. Вот так вот выглядит 6-миллиметровый, вот так вот выглядит 9-миллиметровый фильтр. То есть можно сказать, что отличаются они только диаметром. Внутри находится уголь, а сам по себе фильтр, он не влияет на фильтрацию дыма от каких-то там канцерогенов или вредных веществ. Задача фильтра в трубке поглощать лишнюю влагу, особенно если у вас переувлажненный табак. Потому что влажный табак будет обжигать язык сродни как пар. То есть, ну, по сути, у вас идет процесс горения, влага обжигает язык. Сухой дым, он более приятен. И еще многое зависит от техники курения. Потому что этому придется также учиться. Безфильтровые трубки это, наверное, лучший вариант, потому что им не требуется дополнительное какое-то обслуживание, их только чисте и курим. Потому что вот эта вот, например, канатка, она без фильтра. Все лорензети сейчас идут под фильтр. Очень тяжело найти без фильтра трубки. Потому что, к примеру, вот эта лорензети, она под фильтр 9 мм. Вот так вот это выглядит. Вставляется фильтр и вставляется в трубку. И вы курите уже с фильтром. Я думаю, что я не смогу все рассказать в этом одном ролике касаемо процесса курения, выбора аксессуаров. И поэтому я рекомендую, если у вас какие-то вопросы по выбору, оставить их в комментарии к этому видео. Можно перейти по ссылке в описании в наш каталог, ознакомиться там с тем, что есть на сайте. Может быть, что-то себе присмотрите, задать свои вопросы в комментариях. Ну или связаться по номеру 8800 нашего интернет-магазина. Я на вопросы, соответственно, отвечу. В следующем видео мы рассмотрим процессы выбора аксессуаров, какие они бывают, и выбора табака. На этом закончим. До новых встреч и пока!